Около тысячи фермерских хозяйств Когда фермерские островки превратятся в материк здоровой и полезной пищи Говорим об этом здесь и сейчас с экспертами Югры и России Традиционно в прямом эфире одновременно двух телеканалов Югра и Мой Сургут Михаил Епихин и Юлия Самойльсен И представляю наших сегодняшних экспертов Наш гость в студии Федяев Алексей Павлович Заместитель генерального директора фонда развития Югры На удаленной связи с нами также Ирина Мельман Торгово-промышленная палата Югры Александр Энзель, индивидуальный предприниматель Кандинского района Любовь Шишонкова, администрация Ханты-Мансийского района Ирина Дыбань, Нижневартовский рыбоконсервный комбинат Санта-Мария И Наталья Чайникова-Вахрушева, директор ягодной плантации юрты Чайниковых Итак, начинаем 18 тысяч тонн мяса, 29 тысяч тонн молока, 11 тысяч тонн рыбы, 20 тысяч тонн овощей, 1 тысяча тонн дикоросов Столько производят аграрии и фермеры Югры за один год Кого, как и чем кормят фермеры Югры Начинаем обсуждение с гостем в студии Федяев Алексей Павлович, заместитель генерального директора фонда развития Югры Приветствуем вас Когда к вам приходит предприниматель с вопросом Что сделать, чтобы открыть сельхозкооператив в Югре Вот что обычно вы ему отвечаете? Мы обычно объясняем этому предпринимателю Вернее, задаем вопросы Для чего ему нужен сельхозкооператив Это такая специфическая форма ведения финансово-хозяйственной деятельности Тем более здесь, в Югре И в Югре в том числе Есть много примеров, когда не только предприниматели объединяются в кооперативы Когда кооперативы объединяются с другими кооперативами Для создания кооперативов второго уровня Тренд кооперации, это на самом деле вектор развития Когда небольшие предприниматели Которые, первое, не обладают нужным объемом средств для развития производств Когда не могут обеспечить необходимый объем производства продукции Для выхода на новые рынки Или взаимодействовать напрямую с конечными потребителями Объединяются вместе Создают совместный складочный капитал Оформляют все необходимые документы Регистрируют свое юридическое лицо И дальше начинают деятельность Но, как правило, самое сложное Это не регистрация, не организация этого лица А прописание правильных алгоритмов Как это лицо будет работать Потому что для того, чтобы получать поддержку Необходимо, чтобы в этом кооперативе было Как минимум 10 участников Представляете, 10 человек, 10 предпринимателей Должны договориться и работать Как-то говорится на одной волне Это сложно Это сложно, да И, как правило, сложнее всего Бывает это поделить полученный доход Распределить прибыль И обозначить права на формирующуюся собственность На эти все вопросы Как раз и помогает ответить Фонд развития Югры И Центр сельскохозяйственной кооперации Который работает в составе фонда А вы вот всем рады, кто к вам приходит? Либо приходится говорить и нет в том числе Вы знаете, слово нет Это в принципе не такое плохое слово Потому что иногда мы ограничиваем предприниматель От совершения каких-то ошибок Когда мы видим, что кооперация Это не путь к развитию в данном случае Потому что это все-таки инструмент Которым нужно пользоваться И пользоваться нужно именно Применительно к данному делу Предприниматели, получая ответы на вопросы Видя картину в целом Они для себя в дальнейшем принимают решения Все-таки это их бизнес, это их решение Но мы в свою очередь Помимо таких частных персональных консультаций Мы проводим как минимум раз в год Обучающие мероприятия Где уже так подключаем региональных, федеральных спикеров И тренеров Которые вот именно раскладывают различные кейсы На примерах Показывают, как это может работать В позитивных, негативных случаях Вот вы прекрасно сами подвели к следующей теме Это проект школы начинающего фермера Который ведет ваш фонд Насколько он востребован Много участников И внимание со стороны самого сообщества Усиливается к этому проекту Или ослабевает Вы знаете, всегда есть группа людей Которые хотят развивать свои компетенции Которые хотят заниматься бизнесом И ищут окно возможностей То есть всегда это окно возможностей Кто-то эту возможность использует, кто-то нет Но по итогам двух обучающих мероприятий Мы проводим раз в год школу «Я фермер» Мы два года уже провели У нас приняло участие более 200 человек С идеями создания бизнеса На выходе у нас было 58 выпускников То есть выпускник – это человек Который из своей идеи сделал бизнес-проект С бизнес-планом, с финансовой моделью С описанием алгоритмов управления Этим проектом И дальше у этого человека возникает развилка То есть что он с ним будет делать Либо он просто свои компетенции развил Получил информацию, поучаствовал в бизнес-тренингах, играх Один обучающий модуль идет два месяца Поэтому в течение двух месяцев проходят все эти обучения Второе – он может заявиться на грантовую поддержку Которая предоставляется департаментом промышленности автономного округа Грант предоставляется до 3 миллионов рублей на один проект И с учетом уже этого ресурса начать реализацию Плюс у нас подключаются еще другие институты поддержки Например, очень эффективно работает фонд микрофинансирования С предоставлением займов до 5 миллионов рублей Очень эффективно работает Егорская региональная гарантийная организация Которая может предоставить гарантию для получения финансовой поддержки В любом институте поддержки, либо в банке Объединяя все эти усилия, объединяя все эти возможности Кристаллизуя их на своем проекте Как раз можно получить необходимый ресурс для такого успешного старта А к вам фермеры начинающие приходят в школу Те, кто уже занимается, хоть какое-то есть подспорье Или вот прям с нуля человек проснулся утром и решил разводить крупно-рогатый скот Есть разные участники, есть и студенты, которые получая образование Пытаются уже какую-то правопримительную практику уже начинать реализовывать Есть и люди предпенсионного возраста, которые занимаются частным хозяйством И хотят выйти на новый уровень, уже перейти в состав предпринимателей Абсолютно разные есть категории людей, здесь даже нельзя делать какую-то сегрегацию Хорошо, давайте теперь в практическую плоскость перейдем О результатах тех, кто все-таки стал не теоретиком, а практиком Выставочно-ярмарочные мероприятия стали трендом последних лет Какие проекты оказались самыми востребованными здесь, в Югре? У нас ежегодно проводятся мероприятия под названием «Товары земли Югорской» Это мероприятие проходит в декабре, в преддверии, либо во время празднования Дня округа Это хит! Это хит! Уже в прошлом году было юбилейное мероприятие 25 раз, 25 лет уже все предприниматели собираются на одной площадке Вернее, так скажем, ключевые предприниматели В прошлом году больше 200 предпринимателей собрала площадка Эта площадка была забрендирована, распределена по тематическим зонам И жители любят посещать товары земли Югорской Судя по тому, что количество ярмарок растет, ведь они стали не только декабрьскими Вот в эти выходные тоже можно посетить С прошлого года начали эту практику тиражировать Мы попробовали сделать несколько ярмарок в течение года Посмотреть, какой будет отклик от жителей Показать жителям, во-первых, что у нас есть, что, так скажем, выложить на прилавок Какие-то новинки, фермерская продукция, которая пока еще не попала в федеральные торговые сети Но которая уже производится и которую можно попробовать Мы провели несколько таких мероприятий за прошлый год Например, у нас количество предпринимателей, фермеров, которых мы подключили к фермерским ярмаркам Около 500 человек, около 500 предпринимателей Это не только из Югры, из соседних регионов тоже фермеры подключились Это была интересная такая история, интересный опыт, когда наши предприниматели вместе с тюменскими, с седловскими Это очень хороший подход, потому что потребителю это без разницы За административной границей фермер выращивает это или нет, все равно это наше Здесь и обмен опытом, обмен рецептурой То есть всегда такая кооперация, она идет на пользу 30 тысяч человек посетили ярмарки Мы собирали отзывы, отзывы в основном положительные То есть жители положительно воспринимают такие мероприятия В этом году мы тоже проводим У нас буквально завтра, 14-15 апреля в Хантамансийске будет проходить пасхальная ярмарка Она будет проходить в экспоцентре по адресу студенческая 19 Всех жителей города и гостей приглашаю посетить Это мероприятие будет интересно и вкусно Половина Хантамансийска, завтра рабочий день закончат немного раньше Это правильно, да Отличное мероприятие Вот, как мне кажется, такой формат постоянно действующей фермерской ярмарки Вами придуманной Это фермерские островки, которые начинают потихоньку внедряться В Сургуте, в перекрестке открывался первый фермерский островок Причем у меня на глазах, прям монтаж этого всего происходил Когда я как раз в тот момент был в этом перекрестке И насколько знаю, очень большой интерес привлекает именно этот формат торговли Чуть-чуть поподробнее расскажите, что это такое Кто там представлен, режим работы, где сейчас работает и будет ли он дальше масштабироваться Сама идея фермерских островков, она не нова И вообще этот проект, он даже не столько наш Это совместный проект корпорации МСП Торговых сетей и, соответственно, региональных институтов по поддержке Такие островки сейчас появляются на территории всей России По сути, основная цель, это даже не только и не столько предложение продукции потребителям Потому что каждый потребитель может купить что-то, пойти взять с полки продукт и положить его к себе в корзину Скорее, это делается для предпринимателей Для тех, которые еще не достигли уровня бизнеса, чтобы зайти в федеральную сеть с контрактом То есть нет такого объема продукции, нет такой ритмичности поставок, которые требует сеть А условия у них очень жесткие, поэтому и качество на прилавке достаточно тоже хорошее Но продукция есть, она интересная и вкусная Вот именно для таких предпринимателей и делается фермерский островок Когда оператор, который тоже является предпринимателем, выбирает из нескольких фермеров, с кем он будет работать Этот оператор получает поддержку со стороны корпораций, в виде льготных кредитов для пополнения оборотных средств И приобретения ненужного оборудования И, соответственно, уже начинает на эти островки привлекать местных, локальных товаропроизводителей Есть несколько интересных кейсов, как говорится, когда приходят производители, работающие буквально условно на кухне, так назовем И видят, что спрос опережает предложение И уже вынужденная мера искать помещение, искать персонал, искать средства для покупки оборудования То есть их потребность начинает толкать к расширению бизнеса Поэтому это некий драйвер, некий трамплинчик для того, чтобы подрастить свой бизнес и выйти на более широкий масштабный рынок Это важное замечание, что фермерские островки – это прежде всего преференции для мелких производителей местной продукции Это очень важно А из последнего, все-таки, вот сейчас семья магазинов «Магнит», насколько нам известно, тоже входит в такие договорные отношения по поводу островков В каких городах, где можно будет встретить? Сейчас с нами сотрудничает X5 Retail Group, это «Пятерочка» и «Перекресток» На этой неделе мы открыли в Нижневартовске в «Магните» первый фермерский островок в Югре Поэтому у нас уже семья получилась Вы в Хантамансийск поактивнее заходите Как-то вот «Цургут», Нижневартовск, а где Хантамансийск? Вот здесь маловато этого всего Мы тоже большие любители, да Экопродукция должна быть и здесь хорошо представлена, местная продукция Вот как раз про эко и органику мы органично подошли к этой теме Не менее модная тема – это органическое производство Тему можно красиво заболтать Частенько такое случается в нашей стране Можно менее красиво, но более эффективно продвигать Вот все-таки в этой нише Югра в каком направлении движется? Для нас традиционным видом деятельности именно в этой сфере является сбор дикоросов Вы сегодня говорили уже в эфире о том, что тысячу тонн дикоросов собрали Для реализации на самом деле еще есть домашние хозяйства, которые собирают дикоросы для собственного потребления Это еще три тысячи тонн Объем достаточно большой, а потенциал еще больше У нас больше 20 тысяч тонн можно собирать ежегодно То есть это уже промышленный масштаб, это уже совсем, как говорится, другой объем поставок и объем производства А почему мы начали работать с органикой? Почему мы вообще обратили на это внимание? На самом деле это тренд, тренд общемировой Это желание потребителей приобретать что-то такое экологически чистое В отличие от того, что делается в промышленных масштабах Поэтому спрос рождает предложение, поэтому стали появляться такие продукты, экопродукты К сожалению, в отсутствии нормативного регулирования были и злоупотребления Когда знак органик использовался неправомерно Ничего за красивой этикеткой не стояло По сути, да, содержательно это был обычный продукт Теперь и на уровне Российской Федерации Есть требования к такой продукции, есть правила сертификации Вот мы в прошлом году запустили такой продукт Мы, во-первых, собрали всех предпринимателей Из сферы дикоросов Опросили, кто готов вливаться в этот новый тренд Потому что это все-таки тоже бизнес-проект для них Отобрали пять предпринимателей, которые успешно прошли сертификацию Вот у нас в декабре были получены сертификаты предпринимательными Сейчас перед нами вторая задача Как сделать так, чтобы этой продукции стало больше Чтобы она была на прилавках и в Ханты-Монсийске И в других муниципалитетах округа И за пределами округа А почему так немного предпринимателей? Всего пять Сложности в прохождении получения этого знака То есть нужно много соблюсти правил требований Действительно редкости продукции органической Которая прошла бы требования Или, может быть, сами предприниматели Не видят мотивации, что ли, для того, чтобы пойти и податься Мы эту тему поднимали с сообществом предпринимательским И там интересный нюанс выяснился Что для внутреннего российского рынка Вот этот знак Сильно ничего не меняет Немного чего дает Но те, кто выходит на внешний рынок Да, там большие преференции сразу появляются Это действительно так Мы в феврале проводили Участвовали в мероприятии В большой федеральной выставке ProDexpo Мы привезли предпринимателей В том числе из сферы дикоросов и органики Для того, чтобы была возможность Как раз на такой большой площадке Где из порядка 20 стран были участники Свою продукцию показать И посмотреть, какой был отклик Действительно, на глобальном рынке есть запрос Даже из России Через страны СНГ, через Турцию Есть возможность организации таких поставок Вопрос в объемах Я почему заострил внимание на объемах поставки Потому что заключить контракт Как показала практика Проще, чем его выполнить И мы должны И предпринимателей подготовить К тому, чтобы они в этот рынок Глобальный рынок входили И сами должны быть к этому готовы Алексей Павлович, у нас сейчас органично Подвели продолжить разговор с коллегами И я хочу подключить к нашему разговору Мельману Ирину Александровну Вице-президента Союза торгово-промышленной палаты Югры Приветствуем вас Какие из мер поддержки сельхозпроизводителей Местных товаропроизводителей Со стороны округа Уже дошли до конкретного потребителя Конкретными товарами и услугами На самом деле Все доходит до своего получателя И мы Хоть касаемся грантов, субсидий Хоть льготного кредитования Или поддержки по участию в выставках В каких-то мероприятиях Наше предпринимательство Активно пользуется этой поддержкой И важно, что в 2023 году Увеличение поддержки сельхозпроизводителей Практически в два раза произойдет Да, мы понимаем, что это связано С удорожанием средств производства Но тем не менее Большие объемы поддержки Помогают большим участникам Спиртовать или развиваться В этом направлении Пусть это не взрывной рост Но тем не менее Активизация происходит И пользуются разными услугами И получают разную поддержку Это и Гранд Агро Стартап Это и выставки Prodexpo Алексей Павлович назвал А также еще Вкусы России Это такие площадки И такие выставки Которые дают большой толчок Предпринимателям И на самом деле Агрария Находит новые рынки Сбыта для себя Очень хорошо Очень успешно После участия В больших таких Выставочных мероприятиях Потом Школа начинающего фермера Была озвучена И плюс Поддержка По выходу На маркетплейсы Это тоже Востребованная услуга И здесь Про маркетплейсы Важно Что поддержка Оказывается По выходу Не только на наши Российские Но и на международные Рынки в том числе Да Согласен с вами Для предпринимателей Югры Хантамансийска Ярмарки О которых Ваш коллега Сейчас говорил В том числе Это вот Излюбленное мероприятие Растет ли поток Производителей Продукции Которые они Представляют Потребителю Из года в год Вот давайте Сейчас со стороны Предпринимательского Сообщества Посмотрим на этот Формат И фермерские Островки О которых мы Сейчас говорили Как О таких Преференциях Вот Ярмарки Выставки Это показать Это для престижа Или все-таки Экономическая Составляющая Реально Тоже во всем Этом есть Это больше Показуха Или это больше Деньги Это безусловно Деньги Через показуху Да Если Вызывать Такую терминологию Безусловно Эффективные мероприятия И знаете Вспоминая Про товар Земли Югорской Особенно Про последнее Юбилейное Мероприятие Хочется добавить Эмоции Вы вспомните С позиции Потребителя Как это было Как это было Красиво Ароматно Богато Сколько Было Представлено Продукцией Причем Новой Там очень атмосферно Очень атмосферно И очень интересная Новая продукция Появляется Это и новые сорта Брусники Которые выводятся Это и Картины Из мха И мармелад Из мха И что угодно Шампуни Из мха Все можно сделать Из мха Очень много Интересного Плюс одежда Даже какая у нас Сейчас в округе Начинает Производиться И эти выставочные Мероприятия Дают большой Толчок Не только В том плане Что происходят Первые сделки Там продажи Какие-то на мероприятиях И Обмен Контактами Но И Предприниматели Очень плотно Общаются Друг с другом На таких событиях И возникают Новые коллаборации Это тоже очень важно Да, согласен Новые форматы Продвижения Доступа Местной продукции Потребителю Это вот фермерские Островки Которых мы Сегодня Все время Говорим Фирменные магазины Местной продукции Контракты С крупными Сетевиками Вот к чему Присматривается Хантамансиск Ваша Оценка Насколько Актуальна Для Егорских Производителей Сразу спрошу Тема выхода На международные Рынки Вот мы Сегодня Говорим О выходе На азиатские Рынки В том числе Я последовательно Отвечу Потому что Фермерские Островки Не могу Оставить без Внимания Вы задаете Вопрос Когда же Фантамансиски Они появятся А на самом деле Нужно Рассказать Немного Истории Первая Эта идея И первый вопрос О фермерских Островках Был озвучен Летом В начале лета В Хантамансиске На встрече С представителями Корпорации МСП Наш предприниматель Хантамансиски Производитель Паштетов Бренд Привет Паштет Задали этот вопрос Через нас Через торгово-промышленную Палату В других регионах Появляются Фермерские Островки Когда же Они появятся У нас И на тот момент Буквально В формате Живого диалога Роман Александрович Генгель Заместитель Губернатора Очень четко Ответила Что сегодня Пятница В понедельник Будет подано Заявление И начнется Этот процесс По подготовке Фермерских Островков Так что Хантамансиск Запустил Эту историю По округу А теперь Мы сами В ожидании Надо ускоряться Точно будет Воспринят Этот формат И все-таки Теперь говоря Про Формат Выхода на экспорт Какой потенциал Сейчас у предпринимателей У нас будет Сегодня Один из гостей Это Санта Мария Которая Вот в экспорте Наверное Больше всех В Югре Кроме как Нелесозаготовки Еще знает Модно Сейчас говорить О развороте На восток И так далее Много чего Предпринимается В этом плане Югорское Предпринимательское Сообщество Уже смотрит В этом направлении Видит свой потенциал Или пока Это все Только в теории Бизнес Югры Безусловно Смотрят В направлении Экспорта И тут нужно Сказать Что встречаются Даже полярные Такие ситуации Полярные взгляды Иногда Начинающие Предприниматели С экспортом Связывают Какие-то возможности Квантового скачка Надеются На очень большие Продажи И очень легкий Пульс Развития Своего бизнеса Но к сожалению Это не всегда так Нужно понимать Что каждый рынок Национальный рынок Имеет свои особенности Свои требования Но замечательно То, что есть Поддержка И государственная поддержка И то, что есть На сегодня Возможность Разными способами Попрощупывать Рынки Других стран Маркетплейсы Поддержка Центра поддержки Экспорта По регистрации И выходу На всевозможные Платформы Это тоже Хорошее Подспорье И плюс От себя Еще добавлю Я также являюсь Руководителем Регионального Хантамансийского Отделения Русско-Азиатского Союза промышленников И предпринимателей И как раз таки Мы работаем В направлении Китая И у РАСПП Есть Свои торговые Павильоны В нескольких Крупнейших Точках Китая И Есть возможность Абсолютно Бесплатно Поставить Пробные Партии Товара Если Соответствующая Документация Оформлена На реализацию Для тестирования Спроса В этих Павильонах И на данный Момент Мы ведем Как раз таки С предпринимателями Несколько переговоров Скоро будет тест Спасибо большое Это очень интересно Все-таки Когда торгово-промышленная Палата Так оптимистично Смотрит На этот процесс И Это передается Невольно Не только предпринимателям Но и нам Потребителям Спасибо Наталья Мы сейчас Перенесемся По Югре В сторону Нашего Эксперта Который Частенько Бывает У нас В эфире Наталья Чайникова Вахрушева Директора Ягодной Плантации Юрты Чайниковых У нас Снова На связи Приветствуем Вас Наталья Вы с нами Здравствуйте Здравствуйте Фермера Югры Все-таки Давайте С вашей Вы уже успели Немножко Пожить С этим титулом Что-то изменилось Вы в этом практик Ну мы К органическому Производству Идем Совместно С нашим Департаментом Промышленности Фондом Развития Югры И технопарком И все Что касается По сертификации По исследованию По оформлению Документов По проведению Сейчас предстоит Масштабирование Расширение Этого ассортимента Все решаем совместно Это хорошо Вот смотрите Фонд Органик Коротко так его назову Федеральный Который как раз Продвигает Эту тематику В целом По стране Вот Уже сотрудничают ли Они все вместе идут Да Сотрудничают ли Наши фермеры С этим фондом И у них же Одно из Очень ценных направлений Это проведение Стажировок В конкретных Хозяйствах Вот уже Ваши коллеги Югорские Уже воспользовались Этими возможностями? Все Кто подошел По параментам Для проведения Органик Сертификации Все прошли Обучение Все прошли Дипломирование По этому вопросу Совместно с Центром Компетенции По сельхозкооперации Это было По моему В прошлом году В декабре Наверное Месяце Наталья Смотрите А вы получаете Сертификат Органик Потом Допустим В следующем году Вы выводите Новый сорт Клюквы И вам снова Нужно заявлять Эту продукцию То есть каждый Новый вид Продукции Должен быть Сертифицирован Расширение Да Расширение То есть сейчас У нас прошла Сертификация По декоросам А в перспективе Предстоит Сертификация Зеленая сертификация На Сельхозпродукцию Ту которую Мы выращиваем На посадочный Материал И на Ягоды Хорошо Наталья Еще хотел У вас Вот о чем Спросить Фермерские Ярмарки О которых Мы сегодня Активно Говорим Вот насколько Охотно В этом проекте Участвуют Сами фермеры Ваши выводы Вот по первым Прошедшим Ярмаркам В этом году Это вот все-таки Больше себя Показать Или это Еще и Денежная Составляющая А все вместе В комплексе Ярмарочное дело Это же Встреча Обмен информацией Обмен опытом Обмен идеями Это очень важно На сегодняшний день Сейчас стоит Остро вопрос О хозяйственной Кооперации О том Чтобы найти Достойных Кооператоров Для Кооперирования Хорошо Хорошо Это очень важно То что Это монетизируется Это важный Аспект Вы это подтверждаете Это здорово Хорошо Спасибо Движемся дальше Мы сейчас Переносимся В Нижневартовск Ирина Леонидовна Дэбани Заместитель директора По производству Нижневартовского Рыбоконсервного Комбината Санта Мария У нас на связи Приветствуем вас Приветствую всех Участников и телезрителей Очень рада вас Видеть и слышать Давно ждали в наш эфир Дождались Да Расскажите Коротко О своем комбинате И откуда И какое сырье Вы используете Наверное Коротко не получится О таком огромном Предприятии Вот мы упоминали Статистику И в том числе По рыбе Которую вылавливается Здесь И сейчас В Югре Вот вы используете Местную продукцию Или из-за пределов Округа Также сырье Используете Рассказывайте Начну с того Что летом Мы готовимся Отмечать свой 25-летний юбилей Нашего предприятия В данный момент Выпускаем Более 200 наименований Рыбной продукции Из них 36 наименований Только консервной продукции Сырье Преимущественно Используем Делаем акцент На местном сырье Но также Закупаем Активно В других регионах Таких как Ямало-Ненецкий Автономный округ Астрахань На Дальнем Востоке Реализуем Свою продукцию Также по всей стране Имеем Постоянных Дистрибьюторов Во многих регионах России Также Как вы уже говорили В эфире Свою продукцию Реализуем За рубеж Такие страны Как Сербия Казахстан Азербайджан Да Вот у меня как раз Статистика По вашему предприятию И здесь как раз Вот о чем вы говорите Указаны Ваши партнерские отношения С Сербией С Казахстаном С Азербайджаном Китай Эмираты Я знаю Что вы Буквально Месяц-полтора Как Приняли участие В выставке В Дубае Какая продукция В Азии Сегодня прежде всего Интересна Для местного потребителя Из того Что вы здесь Производите Почему именно Югра Так притягивает их Ведь и вкусовые Согласитесь Пристрастии Совершенно различные Я так предполагаю Что когда вы Запускаете продукцию Наверное Вы ориентируетесь Прежде всего На внутреннего потребителя И на югорчан На то Что здесь И сейчас Нравится А как вот это Получилось Перекодировать На китайцев Тех же У которых Совершенно другая Кухня Эмираты И так далее Ну ладно Казахстан Почти наши братья Дело в том Что я повторюсь У нас ассортимент Консервной продукции 36 наименований Насчитывает То есть Это На самом деле Любой потребитель Может найти продукцию На свой вкус То есть Допустим Китайцев Их привлекает Все натуральное То есть Они предпочитают Консервы Натуральность добавления масла Это там Ясь натуральность добавления масла Щука натуральность добавления масла Если мы говорим Про страны Ближнего Востока Такие как Арабские Эмираты Саудовская Аравия То там Очень пользуются Спросом консервы В томатном соусе Тут у нас тоже есть Что предложить Очень интересно Если говорим Про Сербию То это Консервы Из обжаренной рыбы В масле По типу Сардинов Тоже у нас ассортимент Линейка Такой продукции Довольно-таки Большая Ирина Леонидовна А вы можете Чуть-чуть камеру Поднять повыше А то мы вас теряем Из эфира Вот так Отлично Спасибо Очень интересно Слушать про китайцев Которые едят Езя В собственном соку И в масле Это необычно А какие значимые события В этом году Случились для рыбокомбината Насколько я знаю Совсем недавно У вас произошла Небольшая реконструкция Оборудования Что-то такое У вас было обновление Ну начало года Действительно Было очень интересным Для нас Мы приняли участие В международной выставке Продекспо При поддержке Фонда развития Югры Там заключили контракт Еще с одной страной Это с Республикой Беларусь Уже осуществили Первую поставку туда То есть Добавился еще один рынок Сбыта К уже имеющимся Это Ну тоже считаем Значимым событием А также Продукция нашего комбината Была на этой выставке Удостоена Золотой медали Золотой звезды В номинации Лучший инновационный продукт Еще одно значимое событие Это участие В выставке В Арабских Эмиратах При поддержке Российского Экспортного центра Сейчас ведем То есть Тоже нам Немножко заглядываем На восток Как вы говорили Ведем переговоры С рядом Компаний Пока Больше ничего сказать не могу Тема льгот Субсидирования Прочих преференций Со стороны государства Постоянно звучит В нашем эфире Вот актуальна ли Эта тематика Применительно Вообще К вашей отрасли И К комбинату Нижневартовскому Конкретно Да Действительно Вот по моему мнению Агропромышленный комплекс И рыбная отрасль В частности Это наиболее Поддерживаемые Отрасли У нас В округе Это касается Как финансовой Поддержки За выпущенную Реализованную Продукцию Компенсации Части затрат На покупку Оборудования Строительства Перерабатывающих Производств Участие В выставочно-ярмарочных Мероприятиях Так и Информационно-консультативная Поддержка Которую оказывают Различные Институты Поддержки Округа Мы Также Как экспортно-ориентированные Субъекты Имеем ряд Дополнительных Преференций И Мер поддержки Направленных На стимулирование Именно экспорта Автономного округа Например Такие как Экспортный кэшбэк Участие в программе Экспортное наставничество Вы сейчас Упомянули Что получили Золотую медаль За инновационный продукт А можно уточнить За что конкретно? Консервы рыбные Ёрш Подкопченный в масле Про него много говорили В прошлом году Это наш ответ Латвийским шпротам Совершенно верно Я знаю Где продаются Консервы Санта-Мария В Канты-Мансийске После работы Все туда Мы на выставку К вам тоже приехали На Январь Значит Завтра Там встретимся Активные участники Всех выставочных мероприятий Проводимы Здорово Здорово Рыбопереработка Достаточно Согласитесь Консервативная Отрасль Тем не менее Вот какие новинки Изучаете Новые технологии Новое сырье Отталкиваясь Опять от золотой медали За инновационный продукт С кем теперь будете Тягаться В этом году Я с вами Не соглашусь Тут что это Консервативная Отрасль Мне кажется Тут вообще Полет фантазии Может Фантазия может улететь Очень далеко На самом деле А в ближайшее время Мы готовимся Представить Новую линейку продукции Я пока не могу Раскрыть интригу Что это будет Скажу только Что сейчас Это очень востребованный продукт С длительными сроками Хранения Но это не рыбные консервы Уже мы в начале лета Надеемся его презентовать Для своих покупателей Очень интересно Ну вот На этой интриге На интриге остановимся Спасибо большое За интерес Вам спасибо За информацию Додвижемся дальше Сейчас мы переносимся В Хантамансийский район У нас на связи Любовь Владимировна Шишенкова Директор Организационно-методического центра Администрации Хантамансийского района Приветствуем вас Добрый день Уважаемые участники встречи Уважаемые телезрители Очень приятно Здравствуйте И нам очень приятно Вот какие направления Сельскохозяйственного производства Развиваются Как приоритетно Именно в вашем районе Отвечайте за всех Отдувайтесь За весь район сегодня Благодарю За такую возможность Правда Сказать о наших фермерах Безусловно Традиционно Это животноводство И растеневодство Овощеводство Вы все знаете О нашей агроферме Большой комплекс В своем роде И о чем это Я о том Каково влияние На него Близости К столице Округа Как одного из Крупнейших потребителей Местной продукции Всего Что вы производите Конечно Наш потребитель Может пойти в сеть Да и купить Продукты питания С любой точки Российской Федерации За пределами Возможно Но покупая продукцию Которая производится Нашими сельхозтоваропроизводителями Это чаще всего Все таки Практически Авторские продукты Авторские Что влияет Безусловно С одной стороны На цельное образование Но с другой стороны Говорит о качестве Этих продуктов И Большой Большой Предложений Да Позволяет выбрать Сегодня Любой житель Ханты-Мансийска Может выбрать Для себя Как товар На полке Бутейла Так Товар в маленьком Магазинчике У дома Фермерском Либо Прийти на Ярмарку Где он сможет купить Как раз таки Что-то уникальное Вы будете на ярмарках Про ярмарки Уточним Поподробнее Насколько охотно Производители Сами производители Вашего района Участвуют В ярмарках Вот в этих Фермерских островках Которые вот-вот Придут сюда В том числе В Ханты-Мансийск Вот у этого сообщества Производителей Предпринимателей Высок к этому интерес Или извините Вы включаете Административные ресурсы Сгоняете их На те ярмарки Которые организуют Опять же Чиновники Вы знаете У нас Очень большой спрос На места Которые предоставляются На ярмарке Заблаговременно Наши предприниматели Начинают Еще на товарах Земли Югорской Уже планируют Своё участие В этих Замечательных ярмарках И Низкий поклон И благодарность Как раз таки Фонду развития Югры Что они Настаивают На продвижении Тех ярмарк И на их сохранении То есть получается Что у вас спрос На ярмарочные места Выше Чем даже Предложение Которое Может разместить Да Так и есть А почему Во-первых У наших фермеров Есть первая Возможность Это реализовать Полюбившиеся Угорчанам Товары И тот ассортимент Которые Уже Ждут Второе Это безусловно Это продвижение Брендирования Новых продуктов Да Увеличение Количества Покупателей У фермеров Это тоже Всегда Пользуется Спросом Третье Это Возможность С меньшими Расходами Да Действительно Продвинуть Новые продукты Через дегустационные Зоны На ярмарке Да Новые товары Всегда Они требуют Вот такого Знакомства Прямого Теплого Когда Когда все решается В ручном режиме Совершенно верно Очень мало времени Но все равно Успею спросить у вас Про органическое Производство Про которое мы Сегодня много Говорим Вот предприниматели Вашего района Проявляют к этому Интерес Они готовы Влиться в это Движение Да Наши предприниматели Уже являются Участниками Этого движения И сегодня Органическая Продукция Да Она Максимально Актуальна И искренне Рассчитываю Что в этом году Так же Как в прошлом Год Наталья Николаевна Чайникова Она тоже Представитель Ханты-Мансийского Района У нас появятся Новые товаропроизводители Имеющие знак Органическая Продукция Органическая Продукция Хорошо И последний На сегодня Вопрос У нас время Уже заканчивается Фермерские Островки Которые Вот-вот Придут К Ханты-Мансийску Вы уже Как-то Работаете С этим проектом Уже готовитесь К этому формату Да Этот проект Интересен В первую очередь Как раз таки Фермерам Которые По сути Находятся На границе Терильного Производства Да И вот уникально Продуктов Уверена Что Приход Фермерских Островков К Ханты-Мансийск Даст Больше возможности И фермерам И покупателям Быть ближе К друг другу И ценить Друг друга Это такой быстрый Бодрый старт Будет Убедили Что без Ваших Предпринимателей Ханты-Мансийску Будет голодно Спасибо Вам за Интересную информацию Модный Нынче Слоган Попробуй Югру На вкус Благодаря Выступлениям Наших экспертов Здесь и сейчас Обрел Конкретный Смысл Содержания Спасибо Собеседникам За участие А зрителям За внимание Впереди После короткой паузы Еще много Полезного И интересного Не переключайтесь Зимние куртки и обувь Югорчанам убирать пока рано За ночь столицу округа Замело снегом Впереди Серьезные морозы По информации Ханты-Мансийского Гидрометеоцентра Сегодня и завтра Югорчане ощутят Январскую Тридцатку В отдельных районах Пройдет небольшой снег Сильный Северо-Восточный Ветер Ночью температура Может доходить До минус 25 Теплее всего В Кандинском районе Завтра Картина примерно Такая же Только ветер Изменит направление На западное А ночью Столбик термометра Опустится уже До минус 28 градусов Днем ожидает Минус 6,11 А вот днем В субботу Потеплеет Температура Будет стремиться К нулю градусов И даже чуть выше На минувшей неделе В Югре закрыли Практически все Зимники И ледовые переправы А уже в начале Следующей Специалисты МЧС Начнут взрывать Лед на Аби И Иртыше Это делают для того Чтобы во время Ледохода На крупных реках Не возникло заторов Сейчас В середине апреля Водоемы Наиболее опасны Солидная доля Всех трагических Происшествий На водных объектах Приходится именно На весенний период Рыбаки Забыв Об инстинкте Самосохранения С азартом Проводят время Улунок Не отстают от них И любителей Снегоходов Быть внимательными И не подвергать Свою жизнь Пустому риску Сейчас наступает Самый опасный период Нахождения людей На водных объектах Особенно Рыбаки Проводят Время Свободное Мы предупреждаем Население О Так скажем Коварном Весеннем льде Так как структура льда Меняется Есть промоины Проталины Также У нас Погода Резко Меняется Ночью 18 Днем До нуля И плюс Плюсовой температуры И если рыбаки Выходят на лед По своей необходимости То они Просим их соблюдать Там же Где они проходили Ни в коем случае Не намечать Новых маршрутов Юный талант Из Донбасса Возможно Смогут обучаться В центре искусств Для одаренных детей Севера Накануне Губернатор Югры Наталья Комарова Встретилась С труппой Донецкого Музыкально-драматического Театра Имени Марка Бравуна В Ханты-Мансиске Артисты Подвели итог Гастроли по Югре А также Обсудили с главой Региона Возможности Дальнейшего сотрудничества Это и формирование Межрегиональной Гастрольной карты А также Получение Дончанами Образования По направлениям Хореография И вокал На базе Центра искусств Для одаренных Детей Севера Напомним Что театралы Из Донецка Были на гастролях В Югре И покорили Сердца зрителей Из Сургута Когалы Манягани Югорска И Ханты-Мансиска А накануне После встречи Дали концерт За победу В Ханты-Мансиске И еще У вас есть Фестиваль Малых форум Мизансцена И я полагаю Что мы найдем Возможности И направим Если примите Наш театр Обско-Угорских народов Для участия В вашем Форуме И мы были поражены Оснащением площадок Насколько все сцены Готовы Насколько все Обустроено Насколько все Комфортно А самое главное Профессионально Все площадки Просто Ну вот Мне никто не даст соврать Начиная с технического Оснащения Заканчивая персоналом Всех Театров Филармонии Заведений Встреча состоялась День 200-летнего юбилея Александра Николаевича Островского К слову Один из спектаклей Донецкого театра Поставлен по пьесе Великого русского классика Речь идет о постановке Наливные яблоки Гостей из Донецка Приветствовали участники И организаторы Международного театрального фестиваля Островский В доме Островского В культуры Конгроменции Конгроменции Автономного И снова в прямом эфире Студия Проекта Здесь и Сейчас С вами В эфире Михаил Эпихин и Юлия Самуэсин Традиционно В ближайшие 30 минут Мы познакомим вас С информационной картиной дня События люди На которые мы хотели бы Обратить ваше внимание В Югре стартует Неделя подсчета калорий Для каждого человека Норма потребления калорий Очень индивидуальна И она определяется В зависимости от пола Веса Роста Уровня физической активности Возраста И других особенностей Как не перепутать Дефицит с профицитом Как не навредить Своему здоровью Нам расскажет Кондратьева Анна Михайловна Главный внештатный диетолог Департамента здравоохранения Югрена С нами на видеосвязи Здравствуйте Анна Михайловна Здравствуйте Приветствую вас Расскажите нам Что это такая за акция Неделя подсчета калорий Кто считать будет за югорчан Неделя подсчета калорий Эта акция появилась В связи с тем Что очень сильно У статистики у нас Прогрессирует рост Избыточной массы тела И ожирение Среди населения Как взрослого Так и детского И соответственно Вторичные проявления Этого ожирения Различные заболевания Органов и систем Сердечно-сосудистой системы Болезни обмена веществ Которые сопряжены Тесно Очень С повышенной массой тела Это основная причина А югорчан тоже касается Избыточный вес Это касается Жителей всех регионов И южных И северных регионов Потому что Как здесь у нас В условиях севера Приближенного Крайнему северу Так и в южных регионах Личностей Избыточной массы тела В последнее время Становится Очень Ана Михайловна Сейчас Мамкиных экспертов В соцсетях Пруд Пруди Не надо Никому ходить Там тебе По совету Только успевай Все это смотреть И слушать Вот Тем не менее Нужно ли идти К врачу Либо Человек Может И сам Справиться С этим подсчетом И правильно вычет Потому что там Компонентов Мама дорогая Сколько надо Учесть Чтобы Дебет с кребетом Свести Чтобы определить Вот Первичную точку Отчета То есть Сколько калорий Мне нужно К врачу Обращаться Не следует Потому что Это достаточно Простые математические Действия И формулы Отчета Они стабильные Они опубликованы У нас в официальных Источниках Это у нас есть Нормы физиологической Потребности В частности Да Можно туда обращаться Они в свободном доступе Это новые нормы Пересмотрены Для жителей Нашего региона Российского То есть Российская федерация От 21 года Нормы для взрослых И нормы Для детского возраста Можно определить По этим формулам Свой основной обмен И Применив Поправочные коэффициенты На уровне Физической активности У каждого человека Она разная У офисных служащих У которые Не занимаются Спортом Или активных Спортсменов Будет свой Разный коэффициент И таким образом Человек может Получить информацию О необходимом Для себя Лично Уровне Потребления Калорий А потом уже В зависимости От своих целей Коррекция веса Стабилизация веса Работа с какими-то Состояниями Уже можно обращаться Непосредственно К специалистам Могут это быть Медицинские работники Либо фитнес Индустрия Профессиональные тренеры Которые владеют Этими методиками А все-таки Интересно Подсчет калорий Для жителей Северного региона И Южного региона Он отличается? Есть какие-то Особенности? Если мы сравним Эти две недели В разных регионах России Нет Сам подсчет То есть математическая Формула Она не отличается Но так как Это вопрос у нас Между разницей Северным регионом И Южным Он все-таки Часто возникает У нас действительно Есть Такой Поправочная Цифра Это 15% Для людей Которые работают В условиях Сурового климата Вот для них Эта норма Несколько будет выше Ее нужно знать Эти особенности Вот это интересно Да Плюс 15% Мы северяне Можем съесть Больше Шоколада Конфет Мяса И всего Прочего Да Без зазрения Совести Анна Михайловна Чтобы не напугать Совсем Югорчан На наших Зрителей Вот так вот По жизни Один раз Высчитал Эти калории Там со всеми Коэффициентами Приблизительно Прикинул Потом Достаточно Несложно Прикинуть Что В это Количество Калорий Какая еда Из моего Ежедневного Рациона Укладывается Это же Правильно Понимаю Что Потом Человек Где-то В голове Приблизительно Держит Уже И не надо Каждый день С калькулятором Ходить И считать Все эти Калории А потом Это Как-то Приблизительно Да Уже Все это Можно Высчитать Вот это Я съел Вот это Вот уже Лишнее Да Это Вы Совершенно Верно Отметили Потому Что Ну вот Мы Занялись Подсчетом Калорий По сути Это Математическое Действие Это Формула А для Чего Мы Это Делаем Ведь Не Только Для Того Чтобы Узнать Сколько Мне Надо А для Того Чтобы Я Мог Питаться Таким Образом Чтобы Это Было Для Моего Здоровья Формировать Свою Продуктовую Коррозину Для Себя Лично Для Своей Семьи Для Детей Своих Для Возможно Пожилых Родственников Для Людей У которых Есть Особенности Здоровья Это Достаточно Увлекательное Такое Действие И оно Расширяет Наше Познание В плане И в Гигиены Питания И в Плане Применительно Для себя Этих Методов Потому Что Мы Знаем Что Есть Калории Полезные Есть Калории Пустые Например Что ж Анна Михайловна Вы сразу Алкоголь Обвинили А завтра Пятница Между прочим И Дня Пустых Калории Вот Если Коротко Все Это Свести В одно Предложение Наверное Это Должно Звучать Так Югорчанин Не Жарабас Это Югорчанин Который Сначала Правильно Высчитал Свой Калораж Вот Спасибо Вам Анна Михайловна За Очень Полезную Своевременную Информацию А мы Движемся Да Сегодня 13 апреля В России Отмечается Удивительный Праздник Это день Мецената И благотворителя Этот день Напоминает нам О главных Ценностях В жизни Каждого Человека О любви Доброте Милосердия И справедливости Заботе О ближней Помощи Нуждающимся Житкова Галина Александровна Вице-президент Благотворительного Фонда Траектория Надежды С нами На видеосвязи Фонд Траектория Надежды Работает В Югре С 2019 Года И является Многократным Победителем Различных Конкурсов Развивает Очень много Направлений И вот Какие Именно Направления Помощи Развивают Мы бы хотели Сегодня И обсудить Приветствуем Вас Надеемся Что Вы Нас видите И слышите Рассказывайте Кому Помогаете Наш Благодарительный Фонд Траектории Надежды Работает По многим Темам Это И добровольческое Объединение С фалантурами И Помогаем Домашнему Животному У нас Есть 45 Собак Также Мы Работаем С проектом Дарь Еду Мы помогаем Малым Мужчим Семьям Многодетным Семьям Пенсионерам На сегодняшний день У нас Также Реализуется Проект Ганг-губернатора Украины Мы помогаем Жителям Макейск Вот Галина Александровна Вы обмолвились О том Что у Вас есть Проект Дари еду Это очень интересно Как раз Вы занимаетесь Развитием Фудшеринга Термина Который Стал известен Югорчанам Не так давно Вот как Уже Сегодня Югорчане Относятся К этому Проекту Какие Отклики Фудшеринг Это Дарить Еще не просроченную Но уже скоро Должно быть Ставшей Испорченной едой Кому-то На самом деле У нас Даже не Построен Так Вопрос Чтобы Это была Та продукция Которая Скоро Просрочится Сегодня В магазине Лента Каждый товар Который Там продается Неважно Просроченный Он скоро Будет Или нет Абсолютно Любой товар Каждый покупатель Может положить В корзинку Для Специального Сбора Потом Магазин Нам Отзвали Что Достаточное Количество Продуктов Вы набралось Мы приезжаем С помощью волонтеров Своими силами Забираем Эти продукты Переводим В фонд Нам помогают Волонтеры Развозить Эти продуктовые Наборы Комиссионеров И пожилым людям Домой Которые не могут К нам прийти Также мы приглашаем В наш фонд Формируем эти пакеты И передаем И на сегодняшний день Это огромное Благодарность Ощущается От людей Потому что Это действительно Необходимо Кто-то Правда Не может Подволить Себе элементарного К нам приходят Даже с детишками С маленькими Дойдут им даже Маленькие Такти пакеты Чтобы уже Они сами Подготовить Это прикладная Информация Надо еще раз Наверное Спасибо вам большое Спасибо за ваш труд Поздравляем вас С вашим профессиональным Сегодняшним праздником Побольше здоровья И позитива Волонтерам И всем принимающим участие Мы движемся дальше Да И в этом году В России Впервые будет проведена Акция Всероссийская Ярмарка Трудоустройства Югра Не исключение На территории округа Она состоится 14 апреля Роман Михайлович Белкин Директор Департамента Труда и занятости Населения Югры Наш гость Сегодня в студии Здравствуйте Роман Михайлович Ну рассказывайте Что это такое За всероссийская Ярмарка Вакансий Здравствуйте Что предлагаем Кто есть Здравствуйте Уважаемые зрители Что же такое ярмарка Я бы назвал ее Все таки Ярмаркой Трудоустройства Это несколько Такое Более широкое понятие И вообще В целом Само название Грязи Всероссийская Ярмарка Трудоустройства Это мероприятие Которое Пройдет В два этапа Вот как вы правильно Заметили Уже завтра 14 апреля Состоится Ярмарки Трудоустройства Во всех Муниципальных Образованиях Югры И всероссийский Этап Он пройдет 23 июня На четырех площадках В Ханты-Мансийске Сургуте В Нижневартовске И в Нягоне Мероприятие Обещает быть интересным Поэтому мы всех На него конечно приглашаем А как можно стать Участником Мероприятия Как можно стать Участником Всероссийской Ярмарки Трудоустройства На самом деле Ну как я себе говорю И всем говорю Что на самом деле Мне кажется нужно просто Желание прийти И хорошее настроение Вот этого в принципе Будет достаточно Ну если Кому-то действительно Хочется Как-то Застолбить место Что называется Чтобы всем хватило То можно конечно Зарегистрироваться На единой цифровой платформе Работа в России Как участник А то есть можно вообще Без регистрации Принять участие завтра Можно без регистрации Приходить А вот можно уточнить Части слова Всероссийский Правильно я понимаю Что если я ищу работу За пределами Югры То это как раз Тот формат Где я могу Удовлетворить Свою потребность Найти работу Или там В Сургуте Или в Нижнем Новгороде Что вот этот формат Он как раз Абсолютно правильно Михаил Понимаете Действительно это так Так А чем Ярмарка Трудоустройства Отличается от Ярмарки Вакансий Вот вы на этом Прямо акцент Вначале сделали Ну да Ярмарка Вакансий Она такая конечно Более привычная Всем название Но оно На наш взгляд Такое немножко Узкое Да По своему смыслу Мы привыкли Что вот пришел И тебе какие-то Предложили там Вакансии Которые есть Здесь же мы говорим Не только Ну конечно это такой Основной момент Площадка Где встретится И работодатель И потенциальный Соискатель Рабочего места Но при этом Мы приглашаем В том числе И студентов Школьников И в том числе И тех Кто еще только Знаете Как-то Задумался Может быть Я хочу сменить работу Потому что Появится Возможность И попробовать Построить Альтернативный Карьерный трек Наши специалисты Помогут это сделать Студенты Школьники Могут Пройти тесты По профориентации И тоже понять Какая все таки Профессия В этом формате Очень большая часть Консультативная Если я правильно понимаю Безусловно Это так В том числе Профориентационная Интересно Вот вы затронули Момент Хорошо Студенты Люди неопределившиеся Люди у которых Нету Сейчас Постоянного места работы А если я работающий человек Но мне вот интересно Я хочу сменить профессию А может быть Найти более выгодное Предложение Для себя Я могу Участвовать тоже В ярмарке Вакансии Легко Пожалуйста Вот как я говорю Мы с вами можем Попробовать Построить Альтернативную Карьеру вашу Посмотреть Как может развиваться Если необходимо Такое бывает Тоже Можно получить Профессиональную Консультацию Психолога И так далее Если нужно Пообщаться Это мне необходимо Всю жизнь Да Там работал Журналистом А на старости лет Хочу быть губернатором И к вам На ярмарку А там Предложений Вагон Из всех Муниципалитей 90 субъектов Российской Федерации Все твои Хорошо Сейчас Подготовительный этап Наверное Уже прошел Завтра состоится мероприятие Потом будем готовиться дальше К всероссийскому Уже этапу Но На сегодняшний день Каких результатов Все-таки вы ждете От всероссийской Ярмарки Трудоустройства Есть какие-то Наметки Или опасения Наоборот Ну Опасения на самом деле Никаких Наоборот Есть ожидания Чтобы мероприятие Состоялось Прошло удачно И Наверное Стало уже традицией Потому что Сейчас это первый Первый пробный шар Так скажем Но есть ощущение Что это должно Превратиться во что-то Постоянное Традиционное Вот По планам В мероприятии Должно принять участие До полумиллиона Жителей России Ну и Конечно же Основное Что хотелось бы Чтобы состоялось Это Когда две стороны Нашли друг друга Я имею ввиду Работодателя И соискателя работы Ну и в том числе Все кто Придет за какой-то Консультативной помощью К нам на нашей площадке Тоже Чтобы они эту помощь Получили И смогли себе На какие-то вопросы Внутренние ответить Ну и еще Я наверное В завершении Хотел Добавить Что На площадке Завтра Также будут работать Представители Военных комиссариатов Для И смогут ответить На вопросы У кого они есть По возможностям Службы По контракту Это тоже Вы рассматриваете Конечно правильно Время Давайте еще раз уточним И место Обязательно Куда Когда Нужно прийти И где На всякий случай Застолбить место Где зарегистрироваться Если это еще Можно для особо переживателей Если прям необходимо То можно зарегистрироваться На единой цифровой платформе Работа в России Ну а место и время В каждом Муниципальном образовании Вы можете посмотреть На интерактивном портале Департамента Труда и занятости Либо в наших соцсетях Спасибо большое Всех приглашаем Может быть перевалим За 500 миллионов Которых мы ожидаем Благодаря нашей программе Спасибо вам большое А мы движемся дальше В 2023 году Православная Пасха Отмечается 16 апреля Пасха относится к праздникам Которые каждый год Меняют свою дату И правила Как рассчитывать дату Святого Христового Воскресения Установили На первом Вселенском соборе В городе Никеи В 325 году А также Пасха Входит в тройку Важнейших праздников Для христиан всего мира И с нами на связи Сегодня Наталья Леонидовна Голицына Заместитель директора По научной работе Государственного художественного музея Город Ханты-Мансийска Наталья Леонидовна Здравствуйте Я вот сейчас Все верно сказала Верную дату назвала И когда отчет начался Да, совершенно верно И Ну Как известно Пасха Это дата плавающая Одной какой-то даты Не определено Мы ее считаем От весеннего равноденствия От весеннего равноденствия Мы отсчитываем Сколько-то дней До первого полнолуния И первая неделя После полнолуния Это как раз и будет Пасхальная неделя Я вот первый раз Сейчас узнала Про полнолуния Как полезно Общаться с музейными работниками Знают все Не занималась ты просто Этим вопросом Особенно интересно Когда Что Пасха В какие-то годы У католиков И у православных В одну дату В этом году Католики Через недельку На неделю раньше Уже отметили Через недельку у нас Какие традиции Существуют В этот праздник И что нужно делать Кроме того Что всем известно Все красят яйца Пекут куличи Делают Пасхи И зачем-то Многие идут на кладбище В этот день Как бы не сопротивлялась РПЦ Этой нашей Любимой традиции Ну Вообще Прямо сегодня Чистый четверг Да Да-да-да Правильно Что вы это отметили Очень знаменательный день Да Конечно Как раз можно привести В порядок Свои Жилища Свои мысли И тело И кроме того Готовить все для Пасхи Да Но есть какие-то еще традиции Которые нужно соблюсти Помимо Окрашивания яиц И Выпекания Пасхальных куличей Да Безусловно Вообще Традиционно Пасха Это всегда был Такой вот праздник Когда Ну Большие народные гуляния Происходили И В этот день Вот вообще Всю неделю Там И Не только Пекли куличи Пасхи Красили яйца Но это были Карусели Качели Кроме того Были распространены Какие-то игры Например Игра Ворла Ну или Ворлянку Другое ее название То есть Того было интересного Мы когда С Натальей Леонидовной Встречаемся В эфире Она нам Всегда Говорит Что обязательно Нужно пойти И отпраздновать Что-нибудь Всегда Про какие бы Традиции Русских праздников Мы и не говорили У нас Всегда Все сводится К тому Что неплохо Было бы Гульнуть А вот Это как раз Тот Редкий Праздник Не ваш Профильный Который К вам Имеет Очень Большое Отношение Наталья Леонидовна Согласитесь Потому что Традиции Религиозные И в том числе Пасхальные Они очень Хорошо Отражены В изобразительном Искусстве Вот Уточните В фондах Хантамансийского Художественного Музея Присутствуют Работы На пасхальную Тематику Есть ли смысл В воскресенье В Пасху Прийти Именно в вашем Музее Не затребовать В том числе Насладиться Работами Этой тематики Безусловно В наших фондах Есть три Прекрасные Иконы В воскрешении Сошествия В ад Две иконы Восемнадцатого Века И одна Девятнадцатого И одна Из икон Пожалуй Самая из них Интересная Сейчас в экспозиции Так что Можно будет Прийти Ее посмотреть Это икона С шестьюдесят Четырьмя клеймами Христос воскрес И спустился В ад Чтобы забрать Находившихся там Праведников Царя Давида Соломона Адама Еву И прочих Не христиан Тех кто жили До Рождества Христова Ну вот Очень интересно Замечательный Повод Прийти Ваш музей Помимо Этой иконы Вообще Проводятся Какие-то Тематические Выставки Возможно Современного Искусства Или какие-то Ну не знаю Детские Юношеские Выставки Ну Отдельных Выставок у нас Нет Посвященных Пасхе Но зато У нас Разработано Музейное Занятие Которое Так и Называется Светлый Праздник Пасхи И на этом Занятии Которое Рассчитано Конечно И на Детей Но можно Семейно Прийти Люди Смогут Узнать Об истории Этого Праздника Сделать Фигурку Ангела Из бумаги Ну и Конечно же Посетить Наш зал Иконописи Спасибо большое Всех приглашаем Присоединяемся Наталья Нидовна К вашему приглашению Сами с удовольствием Также Вольемся С наступающим вас Праздником Большим И всего хорошего Спасибо Мы продолжаем Осталось время Для короткого Обзора Соцсети Тут есть Интересные Сообщения В том числе В продолжении Тех тем Которые сегодня Были подняты Нашими экспертами Вот в частности Ура.ру Пишут о том Что жители Хмау Стали получать Больше приглашений На иностранные Вакансии В январе Марте 23-го года Чем в первом квартале 22-го года Существенный прирост Идет По данным Рекрутингового Сервиса Хендхантер 373 резюме Отправили Соискатели Из Югры Куда Трудоустраиваются Работники Из Югры Географии Чаще всего Это Казахстан 35% Беларусь 17% А также Азербайджан 10% Грузия 8% Узбекистан И Турция Есть немножко Также Армении Немножко США И совсем Немножко Кыргызстана Вот такая география Международная По трудоустройству Любопытная информация Также опубликована Сегодня в соцсетях Совсем из другой Оперы Как говорится В одном из торговых отделов Торгового центра Аура В Сургуте Покупатели Заметили Мышь Две девушки Выбирая одежду Встретили еще Одну посетительницу Которая С любопытством Бегала Между напольных Стоек Они проследили За ее маршрутом И смогли Даже ее сфотографировать Сначала Мышь бегала По полу В торговом зале А после Решила спрятаться От любопытных глаз Среди розовых Кофточек Видимо Тоже изучала Новую Весеннюю коллекцию Одежды Да В Нижневартовске Продают Картину Вот Наталья Леонидовна Сегодня Рассказывала нам Про свое искусство А здесь Уже Про частные коллекции Так вот Там продается Картина 18 века За 1 миллион 100 тысяч рублей Продам Картину До начала 2000-х Которая Хранилась В картинной Галерее Санкт-Петербурга Пишет ее Владелец В объявлении На Авито По словам продавца Автор картины Неизвестен Однако В правом Нижнем углу Холста Видна Подпись Да Интересно Это правда Какая-то секретная Тайна Хозяин Нынешний хозяин Добавляет Что проведена Официальная Экспертиза И она Доказала Что картина Принадлежит 18 веку В Югре Зарегистрировали Первый случай Нападения Клеща На человека О чем мы уже Сообщали В предыдущем нашем эфире Сезон Ченнистоногих Стартовал На две недели Раньше Чем в прошлом году Обратите на это Внимание Повезло В кавычках Жителям Кандинского района Да Там теплее всего В прошлом эфире Нам рассказывали О том Что в Кандинском районе Сергей Владимирович Тарада Стартует Кстати Навигация Не плывите пока В Кандинский район Раз уж мы Затронули Тему Флоры и фауны У меня тоже есть Небольшая тема Что Опять же Сообщает Один из телеграм-каналов Растения И грибы Из красной книги Попадут Под запрет И будет Очень внимательно Отслеживаться Кто Срезал Правильный гриб А кто неправильный И государственная дума Вела уголовную ответственность За сбор Дикоросов Которые находятся В Красной книге Максимальным наказанием Станет лишение свободы От 6 до 9 лет И со штрафом В размере до 1 миллиона рублей Очень интересная Будем готовиться К сезону Я думаю нам как-нибудь Надо пригласить Эксперта Будет по этой теме Потому что Она на самом деле Актуальна И сезонная И на сегодня Все Уважаемые наши Зрители Только напомню В эти выходные Мы встречаем Светлый праздник Пасхи И календарную Середину Весны Между прочим А с вами Мы встретимся На следующей неделе Во вторник В студии Здесь и сейчас Как всегда В прямом эфире Обсудить значит Понять Сделаем это вместе И до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин